Итальянский ресурс SurfaceFone.it опубликовал эксклюзивную информацию, в которой рассказывается, что Microsoft готовит новый рабочий стол для Windows 10. Новый десктоп будет по сути универсальным приложением и откажется от старого кода, который лишь допиливался со времен Windows 95. Я думаю всем известно о Windows Core OS. Это новая версия Windows 10, которая будет состоять из модульных частей. Windows Core OS это бывшая Andromeda, если что. Хотя некоторые внутренние разработки все еще не отказались от этого кодового названия. Windows Core OS это по сути главное неизменное ядро системы, которое не будет отличаться от версий ПК, смартфонов или консолей. Но к ней под требованием будут подключаться другие модули по типу C-Shell. Компонент C-Shell это один из главных модулей для десктопа, который будет содержать еще под модули Polaris, Aruba и Oasis. Компонент Polaris это не что иное, как и есть универсальный рабочий стол, который будет абсолютно новым. В свою очередь компоненты Aruba и Oasis это соответственно оболочки для Surface Hub и смешанной реальности. В проводнике, к примеру, появится поддержка вкладок, которые ждут многие пользователи. Но, к сожалению, в первое время он не будет настолько многофункциональным, как и Win32 проводник. Все-таки необходимо время, чтобы сторонние разработчики добавили поддержку и совместимость с новым рабочим столом, чтобы, к примеру, тот же WinRAR без проблем встраивался в контекстное меню системы, что очень удобно. А также появилась поддержка самого UWP-проводника. Хотя по другой информации, которую публиковал еще раньше Windows Central, говорилось, что будет некое совместимое со старыми приложениями, но не будет полноценного функционала, как с UWP-версиями. Сам UWP-проводник уже давно есть в системе, правда он выглядит как проводник Windows 10 Mobile, поэтому и функционал такой же. Если вдруг хотите протестировать новый проводник, то на рабочем столе создайте ярлык. Пишите вот этот код, который видите на экране, и вы сможете заценить мобильный UWP-проводник. Правда, вряд ли у него что-то будет общее с Polaris, но это чисто так, посмотреть. Все вышеуказанные кодовые названия были замечены в последних инсайдерских сборках Windows 10. Скорее всего, что новый рабочий стол мы увидим даже не в Redstone 4, а в Redstone 5, если даже не в Redstone 6. Но это лишь предположение. В общем, разработка универсальной системы продолжается, и остается ждать и надеяться, что у Microsoft все получится. И да, благодарим за информацию Евгения Устинова и сайт vincor.ru Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...